Кто быстрее разберет и соберет автомат Калашникова? Накануне предстоящего Дня защитника Отечества в Махачкале прошел конкурс по скоростной сборке оружия. Организаторами стали движение «Волонтеры Победы» и исторический парк «Россия. Моя история». Подробнее с места событий Карина Баталова. До мирового рекорда в 11 секунд этим детям еще далеко. Но, как говорится, и Рим не за один день строился. Навык быстрой сборки крайне необходим чрезвычайно опасной ситуации. Важно отточить мышечную память, ведь когда мозг уже отказывается думать, руки делают это на автомате. 15-летняя Патимат не боится сломать ногти при попытке снять оружие с предохранителя. Волнение этого задания лишь начало в ее долгой подготовке. Девушка хочет поступить в военный вуз, а значит, женские слабости придется оставить в стороне. У меня научил учитель по ОБЖ. Это у нас идет как норматив, и он готовит меня с сентября. А почему вот такое интересное оружие будет лежать? Я не знаю, мне просто понравилось. Я пришла один раз на дополнительные занятия, увидела, что там занимаются, и мне тоже захотелось научиться. Со школы университетов ребят учат обращаться именно с этим российским автоматом. Главное преимущество этого оружия, что из него можно стрелять как натовскими, так и советскими патронами. Именно двойной стандарт считают специалисты сделок Калашников столь популярным на мировом рынке. Автомат Калашникова и его мотивация – самое распространенное оружие в мире. За 6 лет было создано около 70 миллионов экземпляров. Они состоят на вооружении 50 иностранных армий. Помочь разобраться в сложностях устройства оружия вызвали специалисты республиканского военкомата. Школьникам по несколько раз показывали и объясняли, из чего состоит автомат и как с ним работать. В мирное время, конечно же, эти знания ни к чему, но в случае чего станут жизненно необходимыми. Здесь сегодня присутствуют активисты движения юно-армейцы, также волонтеры Победы, студенты и школьники из разных учебных заведений в городе Махачкала. А по какому принципу их отбирали? Тут такого принципа не было, любой желающий мог принимать участие. В этот же день в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений» состоялась неформальная встреча студентов дагестанских вузов с ветеранами Великой Отечественной войны и офицерами вооруженных сил. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала.